Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Готовясь к первой экскурсии по допотопной Москве, которая состоится 30 марта, группа уже сформирована, я прошла предварительный маршрут и обнаружила, что знаменитый дом по Большой Дмитровке, так называемый Египетский, дом номер 9, доходный дом Михайлова, прикрыт полностью, задрапирован не просто сетью, а световым оформлением, за которым совершенно невозможно ничего разглядеть. Над крышей дома виден работающий кран, возможно, идет реставрация, но меня терзают смутные сомнения. Закрыты не только фасады, но и вся символика Египта на воротах. То есть то, о чем я рассказывала в нескольких сериях египетской силы, смотрите на моем канале. Фильмы были некоторые совместно с Дмитрием, автором канала «Ломоносов». Его идея была в том, что египетские дома с такой символикой встречаются во многих городах страны и очень напоминают военные структуры. Так вот, сегодня, на 28 марта 2019 года, Московский дом номер 9 по Большой Дмитровке полностью задрапирован, и все намеки на египетские символы убраны с глаз долой. Предлагаю всем москвичам отслеживать судьбу этого дома, если там будет реставрация и что останется от символов на фасаде. И еще у меня есть небольшой фильм по дому 19, по Большой Дмитровке, в котором я рассказывала о провале рядом с этим домом. В этом доме в свое время, в советские времена, был пив-бар. Подвале дома с огромными сводчатыми потолками из красного кирпича, которые проходят под всей Большой Дмитровкой. Кстати, этот фильм тоже есть на моем канале. И похожи эти своды на станции метро. И как раз такой неожиданный небольшой ролик, конкретно вот по этой улице, то сейчас я прочту комментарии одного жителя этого дома напротив, дома 20-го. То есть напротив того дома, где был провал, и дом этот потом был снесен. Восстановлен как бы его, ну его стиль восстановлен, сам дом был снесен. Комментарии свидетельства, которое не вошло в предыдущие фильмы «Египетской силой по улице Большая Дмитровка» и из серии Анны Карениной. Как все эти темы переплелись. И Лев Толстой, кстати, живущий в 1866 году на этой улице и писавший «Войну и мир». Он жил в доме напротив театра оперы и балета, в котором и сегодня идет спектакль Анны Карениной. Вы представляете, сколько всего информации просто переплетается. Ну и теперь, собственно, сам комментарий, свидетельство очень интересное. Жителя этого дома, жителя Большой Дмитровки. Здравствуйте, Галина. Большое спасибо, что добавили меня в друзья. Так хотел написать, но не знал как. Ваши фильмы крайне интересны, очень выразительны с художественной точки зрения. С большим интересом просматриваю их. Меня они просто завораживают. Анну Каренину сегодня просмотрел новые версии. Очень мощный, позитивный посыл в конце просто прибавляет сил, как хорошая проповедь. Так получилось, что на Большой Дмитровке в 20-м доме, 20-5 строение 2, это тот же дом, что и 22, которым вы упомянули в фильме. Я прожил примерно до 2016 года. Правда, постоянно безвылазно. Жил 5 лет с 1985 по 1990, но потом очень часто там оставался. Коммунальная квартира в огромном доме с 4-х метровыми потолками и двумя подъездами в каждую квартиру. В 1995 году между двумя строениями нашего дома произошел огромный провал, более чем на 4 метра. Может, гораздо больше. Сверху дна я так и не увидел, а подойти нельзя было, так как сразу этот дворик оградили. Оголилась стена, которая была под землей. Первый этаж, который мы считали подвалом, имел такую же высоту и такую же архитектуру, а еще глубже не видно было. Про этот провал даже нигде не писали. По сравнению с уходом под землю соседнего дома, это мелочи. Как-то проходил ко мне друг-печник и сразу же заметил дымоход и остатки от камина, который был изначально. Был крайне удивлен, ибо такой объем зимой камином протопить в нашем климате нереально. Только теперь стало ясно, что климат был другим. Энергетика в квартире была не очень приятной. Теперь понятно почему. Черный человек мог пройти по коридору, глаза какие-то, звуки шкафа, удары по стене. Все это в пустой квартире, ну и всякие другие инфернальные штучки. Напротив по диагонали перекрестка действительно был пив-бар, простонародье ямы, официальная ладья. Очень глубоко был под землей, верхний край окон не доставал уровня земли. Еще выше по Столешникову знаменитой кафе у дяди Геляя. Так оно, по-моему, еще глубже, настоящее подземелье. В нашей коммуналке жил сосед, проходчик, который строил подземные коллекторы. Он еще в 80-х годах рассказывал про подземный город Попушкинской. Там есть проход, который начинался от 26-го дома и идет в Кремль. Пройти по нему простому смертному нельзя, конечно. В 80-х, 90-х до 2000-х годов из нескольких точек под вывеской метростроя в Дмитровском-Казицком переулке и в других местах очень интенсивно по ночам вывозили землю камазами. Метро там, конечно, не строили. За москворецкой линией проложена была раньше. Выкапывался подземный город. Для нашей элиты, надо думать. Огромное спасибо, Галина, за ваши фильмы. Еще не все пересмотрел. Ну и так далее. Благодарю Николая за это свидетельство, за этот интереснейший комментарий. В нужное время и в нужное место ко времени этот ваш комментарий, который вот где-то больше года у меня находится в интернете. И вот сейчас пришло время, я его озвучила. Еще раз вам огромное спасибо. И вообще благодарю всех, кто присылает вот такие свидетельства по конкретным местам. Еще лучше, если у кого-то сохранились какие-то фотоархивные с этих мест. Может быть, детские фотографии. Может быть, фотографии родственников. Вот тогда это просто кладезь. Это тогда действительно настоящие архивные документы живых людей, свидетелей. Ну и еще один комментарий. Касаемый этой же улицы я не могу не озвучить. Не жаль, если это все просто как-то вот уйдет в бездну информационного поля. Очень хорошо, что рассказали о завещании купца Солодовникова. Это я рассказывала в фильмах по Ане Карениной, по Большой Дмитриевке, по театру именно Опереты, дом купца Солодовникова. На эту же тему жертвователи. Надо об этом рассказывать, пока мы все не осатанили. На той же Большой Дмитриевке дома 24-26 принадлежали купцам, холостякам, братьям Ляпинам, которые совершенно бесплатно в этих домах сдавали комнаты бедным студентам. Это из книги «Из истории московских улиц». Кстати, если не читали, ее вот ссылка. Даю ссылку на книгу Сытина. Большая Дмитриевка не имеет продолжения, а упирается в особняк Нарышкиной. Елизавета Алексеевна отдала в дар городу свою собственную землю и превратила ее в парк, который так и назывался Нарышкинский. Сейчас за особняком «Газпром» забрал у города большой участок земли, оградил забором и ни проехать, ни пройти. «Газпром» не Нарышкина, конечно, жертвовать не могут. Раньше там была моя любимая дорожка к Успенскому переулку и в Эрмитаж. Очень необычное место, большой перепад высоты, какая-то древняя стена из красного кирпича. Со стороны Успенского завалена землей, а со стороны бульвара наоборот. Надо было подниматься по крутой металлической лестнице. Возможно, она, как плотина, сдерживала глиняную сель, и поэтому образовался такой резкий перепад. Вот что, опять-таки, с благодарностью я к подобным комментариям, потому что люди правильно наблюдают. Вот они живут, они смотрят, и они начинают понимать, каким образом вот этот селевой поток, как он шёл, что его сдерживало, каким образом он формировался, где уже там что-то выравнивалось, где закапывалось, а где остатки его остались. Где какие-то части домов откапывались с какой-то стороны, с какой-то так и осталось. Просто вот уже город подстраивали под новую жизнь. И некоторые люди это видят. Вот то, что стала видеть я, и то, что я, в принципе, буду показывать, именно обращать внимание на то, чтобы кто пришёл ко мне на экскурсию, он придёт на следующую экскурсию, чтобы они научились видеть именно эти вещи. Сквозь время, скажем так, сквозь вот эту лапшу официальной истории, вот всё, что знаем, вот очистить голову, чтобы она была пустая, и увидеть детским незамутнённым взглядом настоящую историю, вот как она есть физически, в реальности, здесь и сейчас, находясь буквально на том самом месте, и понимать это место, и, может быть, почувствовать энергетику. И информация, возможно, сама начинает идти вот при таком отношении, потому что сознание освобождается, и информационный поток начинает идти незамутнённым, неискажённым. Ну, ещё совсем чуть-чуть, ещё продолжение комментариев. Опять-таки, это всё рядом, эти все места, это всё рядышком. Большая Дмитровская, Успенский переулок, Екатерининская больница. Вот эти воспоминания Николая. Воспоминания об одном месте, об этом месте друга Льва Толстого, юриста Николая Давидова. Атмосфера Москвы послепотопной. Синая площадь простиралась от Екатерининской больницы вплоть до Страстного монастыря, и была тем более пустына, что одной стороной граничила с бульваром. Я хорошо помню, как иногда с наступлением темноты, но даже ещё не поздним вечером, с площади доносились крики «Караул!» грабят, и от нас более мужественные выбегали на площадь, а менее мужественные отворяли форточки, возможно, внушительные громко возглашали «Идём!» Бульвары выглядели в запустение. На столбах перед входом висели надписи «По траве не ходить, собак не водить, цветов не рвать», хотя травы, газонов и цветов не существовало. А бездомные собаки сами гуляли и даже проживали, и множились на бульварах, и в боковых кустах укрывались жулики, как было принято назвать мелких злоумышленников. Это подтверждение резкой деградации общества в XIX веке. Ну, собственно, да, это именно подтверждение вот этой деградации, из чего вдруг она взялась. То есть если бы не было никакого катаклизма, большой войны, разрухи, именно глобальной, масштабной, то, конечно, бы город долгое время, несколько десятилетий в таком запустении не был. Хотя нам упорно пытаются выдавать это всё с картиночками подретушированными. То, что вроде бы была какая-то история. На самом деле, когда мы начинаем искать эти факты, получается, что там вообще прогалы, провалы и сплошные подделки. Вот фальшивые подделки XIX века. У меня уже очень много материалов накопилось, и фильмы, и работа. Почти в каждом фильме я это упоминаю. И у других исследователей много подобных доказательств. И тем не менее, всё равно нам продолжают писать. Вот вопрос спрашивается, кому это нужно для того, чтобы наврать на очевидные вещи, на очевидные факты, что типа нам всё кажется, и мы всё это придумали. Вот люди это тоже замечают. И я благодарю таких людей внимательных, с непредвзятым взглядом таким, которые просто честно говорят то, что видят, как они это понимают. И ещё, как по заказу, буквально свежие комментарии по фильму «Засыпанная Москва», «Большая Дмитровка», прям вот по этой улице. Ну, так всегда работает инфополе. Начинаешь заниматься, концентрироваться на каком-то конкретном месте, начинает поступать информация. Потому что до этого там, ну, много месяцев на тему «Большой Дмитровки» никто ничего не писал. Вдруг вот сегодня, именно сейчас, написал комментарий Андрей Антоненко или Антоненко, прошу прощения, если неправильно назвала, пишет, «Там под Дмитриевками целая история лежит, которую закатали асфальтом пять с половиной метра от нуля». Я, естественно, спрашиваю, а что вам известно по этой теме «Большой Дмитровки»? Работал прорабом на «Малой Дмитровке», откопали деревянный домик на отметке пять с половиной метра, позже вскрыли мостовую на два с половиной метра. Так вот, в доме господина Уварова окна находятся на отметке минус три метра фото, и проектная документация до сих пор у меня в компе. Новость показали по ТВ, потом все закатали мраморной плиткой. Если что, Пушкинская площадь, пятнадцатый год. Ну, вот «Малая Дмитровка» это продолжение «Большой Дмитровки», у меня тоже по ней есть фильм, и не один фильм я ее упоминаю в связи с Успенским переулком и садом «Маромитаж», и вообще весь этот район, тут все рядышком. Вот таким образом. Ну, собственно говоря, все, что я хотела сказать. Благодарю за внимание. Смотрите эти фильмы, там очень много интересной информации. Многие подписчики пришли уже позже, после того, как эти фильмы были созданы, поэтому не поленитесь, загляните вот в историю канала, посмотрите фильмы серии «Египетская сила» и «Анна Каренина», полной версии, там без музыки. Я думаю, что многие вы получите удовольствие, и будет вам интересно посмотреть эти работы. С вами была Галина Конышева. До следующих встреч. До свидания. Всех вам благ. Субтитры подогнал «Симон»